Дисклеймер. Все сказанное на YouTube-канале Гиперборей является личным мнением автора и ведущего Вадима Борейко, а также личным мнением приглашенных спикеров. Общий привет! До старт! С вами я, Вадим Борейко и канал Гиперборей. В эфире экстренный выпуск. В пятницу, 16 февраля, в колонии «Полярный Волк» умер главный российский оппозиционер Алексей Навальный. Вот что передает РИА Новости. Алексей Навальный умер в исправительной колонии номер 3 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщило региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний. 16 февраля 1924 года в исправительной колонии номер 3 осужденный Навальный АА после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники в учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, сказано в релизе. Уточняется, что Навального пытались реанимировать, однако вскоре врачи констатировали его смерть. Причины произошедшего устанавливаются. По информации источника «Раша Тудэй» у Навального оторвался тромб. Федеральная служба исполнения наказаний направила комиссию в ИК-3 из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений Центрального аппарата ведомства. Посмотрите одну из последних съемок Алексея Навального. Полторы минуты. С Новым годом, Рождество! Спасибо, Ваши вопросы. Как Новый год с Рождеством? Какие-нибудь письма дошли? Нет, пока еще не копии дошли. Но все отправили. Так что должно дойти. Как вы себя чувствуете, Алексей? Нормально, все хорошо. Спасибо большое. В камере холодно? Нет, нормально. Ну, то есть, в одной камере, я в нескольких камерах, в начале карантина, потом в ЕПГ, а сейчас в ШУЗО, где-то теплее, где-то плотнее, но как это? Рабочие вопросы мы пытаемся регулировать. Отменяем. Ну, если в условиях содержания, в условиях содержания, фу-фу-фу, тут камешек в Вашего рода, уважаемые отечественники, гораздо лучше, чем в ЕК6 в Володимире. Одна есть проблема, я даже не знаю, в какой суд мне подается, если бы погода здесь плохая. Не знаю, как она растет. А с едой как дела? А с едой как дела? Еда, с едой как дела? Все хорошо. Присаживайтесь. Спасибо. Спасибо большое. Это трагическое событие для нашего канала комментирует политолог Димаш Альжанов. Здравствуйте, Димаш. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Умер или убит? Безусловно, убит. Убит, поскольку мы наблюдали, насколько методично, медленно на глазах у всего общества, международного и внутри в России, человека сначала мучили в одной тюрьме, потом изолировали. И вот, когда он был изолирован и без доступа к такому широкому кругу заключенных, к своим адвокатам, к общественному вниманию, накануне президентских выборов, здесь аналогия напрашивается с нашими выборами 2005 года, когда был убит Замамбек Нуркодилов. Так вот, и я думаю, что именно в канун выборов именно таким циничным образом человек убит. Как вы думаете, российская оппозиция обезглавлена? Вы знаете, в организационном смысле российская оппозиция была давно разгромлена. А само общество находится в достаточно плачевном состоянии, особенно его часть интеллигенции, которая бежала из страны. И даже вот в такой момент не все российские СМИ или отдельные блогеры, которые находятся вне страны, не могут точно подобрать даже формулировку, используя слово «умер» вместо «убит». Ведь это очевидно достаточно. С другой стороны, мы понимаем то, что изменения в России будут происходить небыстро. И сметь Навального, я так думаю, в определенный момент будет выставлена как счет Путину и его окружению. А когда это будет? Вы знаете, мне сложно сказать, я не могу такие вещи прогнозировать, но то, что сформировались режимы, достаточно жестокие режимы, режимы, которые уже в открытую убивают своих политических оппонентов, это не только первый случай в России, но и в Казахстане это есть. Я думаю, такие процессы не могут продолжаться долго. И в момент, когда все-таки трансформация будет происходить, она может происходить вот именно из-за таких политических убийств, из-за нормализации убийства, достаточно в насильственных и любых формах, неприятных для общества. И это очень плохой знак. Я надеюсь, конечно, что это минует нас, но тенденция очень плохая. И даже несмотря на то, что Навальный является политиком, ведущим оппозиционером был в России, здесь немало вещей бросает тени на Казахстан. Продолживается ли такая практика и в нашей стране? В целом, убийство Навального, оно характерно, оно показывает, с чем Путин идет на следующий срок, и каким президентом он будет, и какой режим в России будет установлен. И здесь, я думаю, очень важно, если казахстанское политическое руководство правильно поймет все эти сигналы и поменяет внутреннюю политику. Не будет работать на усиление разломов, а будет работать на примирение с обществом. И это очень важный момент, мне кажется, в условиях, когда такая большая страна, как Россия, будет в определенной неустойчивости. А у вас не очень наивные расчеты на такой гуманизм казахстанской власти? Разве у нас не было политических убийств? Вы сказали, надеюсь, это нас минит. Это надежда, это не наивность. У меня достаточно не совсем оптимистичные прогнозы относительно этого. Если вы помните, убийство политических оппонентов и в целом инакомыслящих в Южной Америке, оно не закончилось ничем хорошим. И одни страны перенимали этот опыт у других. В случае Казахстана у меня нет никаких иллюзий относительно того, что происходит у нас. И после января политика сильно не изменилась. У нас есть политические заключенные, людей которых садят, и судьба которых еще остается неизвестной. Она полностью в руках президента Тукаева. Вот в Казахстане самые черные месяцы – это декабрь и январь. В России август и февраль. 27 февраля 2015 года был убит главный на то время оппозиционер Борис Немцов. 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину. И вот 16 февраля 2024 года умер или, как вы говорите, убит, медленно убит в колонии «Полярный волк» Алексей Навальный. Я небольшой любитель конспирологии, но все-таки Алексею было всего 47 лет. Он выглядел достаточно бодро. Верилось, что он выдержит эти малочеловеческие условия в колонии, и под Ковровым, и за Полярным кругом. Да и просидел он всего лишь 3 года. Все-таки вот этот конец, он случайный или закономерный? Именно вот в середине февраля. Я думаю, закономерный, и если учесть, что и другие оппозиционеры, Яшин и Карамурзай, еще находятся в России, то, возможно, это еще и не последнее политическое убийство. Если вспомните, после убийства Замамберка и Новкоделова были убиты и другие, включая Алтенбека со Всербаева. На днях мы на прошлой неделе об этом все говорили. И вы здесь можете просмотреть достаточно четкую аналогию, что по мере того, как власть консолидирована, и появляются определенные угрозы в обществе именно этой личной власти, то эти люди устраняются. Устраняются перед выборами, устраняются в период передачи власти. И то, что было у нас, и то, что сейчас происходит в России, оно достаточно схоже. Конечно, режимы находятся в разной ситуации, но мы видим то, что они ставят на первое место, это сохранение власти. И это является первоочередным приоритетом, и все вокруг этого потом выстраивается, вплоть до политических убийств. Так быть в оппозиции, эта ставка является жизнью? То есть в таких режимах, как российских, это неизбежно? Я думаю, на данный момент да. То есть я думаю, и Навальный, и в какой-то мере, и Замон Берг, Нуркадилов, и Арлтенбек, Сарсимбаев, они примерно представляли, что занятие оппозиционной деятельностью несомненно несет риски потери жизни. И в какой-то степени, я думаю, возвращение Навального, оно было основано на вот этом чувстве его, что он повышает ставки, он возвращается в страну, и он ставит Путина в ситуацию, когда тот может его убить. И это будет очевидно, наглядно всем. И вот, к сожалению, именно это и случилось. То есть он не мог не понимать, чем это могло бы закончиться. Я думаю, все эти люди прекрасно понимали. Но это такое время. И поэтому, о чем мы постоянно пытаемся говорить, то что мы должны этому противостоять, потому что это может превратиться в бесконечные циклы насилия. И поэтому смена режима, смена его, его демократизация, более открытая форма взаимодействия общества с государством, она выгодна всем. Прекрасная Россия будущего, о которой так мечтал Алексей Навальный, она возможна в принципе? Конечно, возможно. Политический процесс, нацеленный на развитие, на построение институтов, на формирование политики, которая не предусматривает нулевой суммы игры, все это возможно. Путь к этому достаточно непростой. Он не бывает прямым и однозначным. Но это необходимо делать. Необходимо делать для того, чтобы не только политиков не убивали, но и не убивали общество. Когда оно выходит на протестные акции, не убивали общество в посредневной жизни через использование полиции и других карающих институтов. Поэтому это важно. Важно наладить жизнь в цивилизованном формате. И это возможно. Здесь нет никакой предопределенности ни в отношении России, ни в отношении Казахстана. То есть все разговоры о том, что надо 300 лет ждать демократию, они, конечно, взяты с потолка. Это ни о чем. Мы можем это сделать, и нам надо стараться это делать. Потому что другого выбора просто нет. Если вы видите, что в течение нашей жизни, если мы позволяем максимально узурпировать власть, если мы не ограничиваем этих людей во власти, то это обязательно приводит к злоупотреблению. Вплоть до политических убийств. Поэтому это то зло, с которым надо бороться, безусловно. Благодарю вас, Димаш, за комментарии. С Димашем Альжановым мы расстаемся до воскресенья, когда выйдет в эфир рейтинг главных событий недели. Ну, а я с вами на этом ненадолго прощаюсь. Саубл-насдар! Саубл-насдар! Субтитры создавал DimaTorzok